Здравствуйте, дорогие подписчики Политеки Онлайн. Вадим Карасёв в нашей студии. Я вас приветствую. Да, здравствуйте. Вадим Юрьевич. Все. И подписчики, и вы, и Политека. Да, мы, знаете, понятно, что мы вещаем в интернете. Но тем и привлекает, собственно, канал Политека Онлайн, что помогает разобраться, не вовлекаясь в такие низменные истории. Вот сейчас многие спекулируют на ссоре Зеленского и Залужного. Зеленский вышел, ударил кулаком по столу. Не принимайте таких решений, касательно открепительных для мужчин при перемещении по стране, без меня. И вот уже понеслась, ну, зрада, скандалы, кто круче Зеленский или Залужный, что происходит на передовой. Но если посмотреть концептуально, как вы умеете, что это означает? То есть тотальная и подготовка к всеобщей мобилизации всего, без исключения народа, ибо грядет что-то страшное, или готовность к чему-то страшному в будущее? Так, да. Ну, тут, как говорится, не разберешься без концептуальности. Вот. Ну, у нас, я так понимаю, сегодня не про войну, а про политику больше, так? Точнее, политику на войне. Такой военно-политический анализ. Тут же в основном військовые эксперты, так? Ну, даже мы с вами вот не претендовали на військовую экспертизу. Мы претендовали на военно-политическую экспертизу. Надо, как бы, различать, так сказать, военный стан, например, не військовый, а военный стан. Потому что политика. Война – это политика. Военные или військовые, вот в украинском языке, оно лучше, так сказать, нюансы эти различаются. Ну, это, да, это бои, это танки, это тактика военная, это боевое слаживание, планирование операций, оперативная обстановка и так далее. А война уже, так сказать, это более широкое понятие. Мы говорили вот в прошлый раз, что война – это всегда политика, она всегда имеет политические цели. И организация войны – это всегда политический процесс. Как организовать войну, как и организовывать эту войну. Потому что война тоже имеет свою динамику. Это динамика изменяющаяся. Нету динамики, ну, такой, изменяющейся динамики войны, когда война молниеносная. Блицкриг. Но вот, когда была Первая мировая война, не удалось. Не удался Блицкриг, который разрабатывался в немецком генштабе, Мольтке, так, начальник генштаба, не удалось. И эта война в Марне, так, была битва. И, скажем, немцы не смогли одержать победу над французами. Ну, тогда все войска-антанты были, там, британцы, в основном французы. И тогда война стала длительной. Превратилась войну на истощение, закончилась аж Компиенским миром, капитуляцией немцам, которую принимал французский маршал Фош. Вот, так, есть там вагон, Компиенский лес. Вот недавно, столетие французы от меня отмечали, столетие Первой мировой войны, но Великой войны, как они в Европе говорят, не Первая мировая, а Великая война. И там парад был в Франции, ну, Путин был, Макрон еще тогда, перед ковидом. Итак, чему говорю, что война – это политическое дело, прежде всего. Поэтому есть верховный главнокомандующий, есть политические решения принимаются президентом или тем, кто выполняет роль главы военного кабинета, если это премьер-министр. Кабинет министра становится военным кабинетом, ну, как Черчилль был во время Второй мировой войны. И когда динамика войны приобретает, ну, так и, скажем, новые нюансы, новые обстоятельства, возникает вопрос. Кто принимает решение, например, по количественному и качественному расширению войны? Потому что сегодня есть некая развилка. Ну, не сегодня, но примерно может наступить через месяц. Дальше расширяться войне в количественном отношении. Ну, например, проводить уже не частичную, а всеобщую мобилизацию солдат, ну, офицеров, тех, кто будет воевать. И качественное расширение – это новая тактика, новые вооружения, виды вооружения. Так, например, в рамках, например, там, оборонительного вооружения тоже есть качественные подвижки. А теперь может наступательное вооружение, штурмовая авиация, например. Вот есть, как бы, такие, такая информация, что F-16 мы просим у американцев, и даже летчиков готовим, пока в Америке, да? Танки, например, американцы, вот могут нам, Абрахам, там танки, так, которые, ну, в Америке есть они, на консервации сейчас, но могут быть расконсервированы. Немцы, британцы. Так вот, в этой ситуации должно быть политическое решение. И либо мы введем войну в рамках вот этого, скажем так, количества, которое у нас есть, либо надо мобилизацию. А что это означает? А это уже означает несколько перевод общества на военные рельсы. Не только часть общества, не только там часть промышленности, ну, а часть общества, это такой серьезный вопрос. Потому что одно дело, когда война на удалении, ну, например, после Киева, как ушли, их убрали отсюда, так, российские войска, которые под Киевом стояли. В Киеве, ну, более-менее мирная жизнь. Да, сирена, да, там прилетает, да, и трагические случаи были. Но, в принципе, война на удаленке. А вот сейчас война, ну, как бы начинает, все-таки фронт движется. Он сегодня уже не позиционный, он такой более волатильный фронт, нестабильный, да. Где-то, вот там, Лисичанск, мы вынуждены, так сказать, перегруппировку делать, уходим оттуда. Где-то мы контрнаступаем, например, ну, общество Звеиный, там, под Херсоном, Николаев, Кривой Рог, в том районе, так. Такая волатильность на фронте. Но это такой период, который должен нам дальше подсказать. Либо готовимся к контрнаступлению, для этого надо новые виды техники, новые, как бы, группы военные, так. Новые люди. Новые люди, совершенно, их надо переготовить сейчас уже, так, их надо обучать, потому что, ну, нельзя же так просто кидать людей необученных туда. Это только гибель пронесет и ничего не даст, гибель людей. Вот, поэтому такие решения должны приниматься на самом высоком политическом уровне. Потому что это организация войны, и это должен делать верховный главнокомандующий. По рекомендации начальника генштаба, главы, главкома ЗСУ, то есть военное руководство, войсковое керевничество, опять-таки, не военно-политическое руководство, а войсковое керевничество. И тогда, уже с точки зрения политического, скажем так, фактора, войны как политической категории, а не как военно-боевой категории, уже верховное главнокомандование принимает решение, продолжать или нет, расширять или нет войну, пополнять ряды вооруженных сил или нет, или обеспечить этим. Почему? Потому что политика включает несколько факторов. Дипломатический фактор, внешнеполитический фактор, экономический фактор. Военные воюют, и они не могут знать, что в экономике происходит, что происходит в области финансов, инфляция, дефляция. Военные говорят, нам нужны орудия, дайте нам все. Дипломаты работают, президент работает, работают телефоны по линии Министерства обороны, Резников-Остин, Зеленский-Байден, Зеленский-Джонсон, ну и, так сказать, по лестнице, как говорится, по иерархии. А военный обзор нерасколько другой, у него только боевой обзор. А тут политический обзор, потому что надо учитывать, а что в мире происходит, какие настроения в наших странах, в наших партнерах ключевых. Потому что у немцев, у итальянцев мы знаем одна позиция, у британцев другая, у американцев. И более того, внутри, тоже внутри политический процесс мы тоже должны учитывать, потому что ситуация с Джонсоном, она все время висит. Мы поговорим. Да, в Америке тоже выборы, помежуточные выборы. Поэтому еще раз говорю, такое решение принимает политическое руководство. В этой ситуации, да, Генштаб сослался на закон, который действует там 92-го года или оттуда дальше. Во-вторых, там же о чем идет? Об ограничении передвижения людей. А это уже нарушает конституционную норму. Значит, Генштаб, скажем так, поспешил, не посоветовавшись с высшим политическим руководством. Дальше, предложил фактически, скажем так, не очень объяснив, но де-факто люди почувствовали, что речь идет о большой военной мобилизации. Военной, большой военной мобилизации. И вот на это, учитывая то, что у нас все-таки, мы живем не при Сталине, он был не, как там, он был не в Талине, не в Сталине, лежит теперь заваленный. Как у высот скипел. Так вот, значит, есть демократический процесс, есть, да и как вообще, как бы, есть социальные сети, да, телевизор закрыт сегодня, так, в том числе для концептуальных, как бы, размышлений на эту, по этому поводу. Но, тем не менее, же остаются, и у людей сразу возникает тревога. А что это значит? Даже не только там хочу-не хочу воевать, а что это значит вообще? Потому что тут еще проблема рабочей мобильности, трудовой мобильности. У нас же многие прописаны в одном месте, но работы в другом месте, так в Украине и было, и понятно, люди не крепостные. А во-вторых, сегодня, когда масса переселенцев, так, которые вынуждены покинуть, или прифронтовые города, или оккупированные места для того, чтобы тут, ну, переждать, или там как-то начинать жить здесь. Таких же много очень. Так вот, и такие вещи надо, чтобы принимал, там, Государственный комитет обороны, или президент, как верховный главнокомандующий, потому что его избирали, и он как раз военно-политический руководитель, или там политико-военный руководитель. А Генштаб поспешил, но тут есть несколько вещей, которые зашиты помимо вот этого общего концептуального каркаса. Как должно было бы быть? Во-первых, потому что многие за это ухватились. Среди политиков, пока так, скажем, негласно, среди активистов, среди активных пользователей социальных сетей, которые до сих пор не могут признать свою ошибку. Какая ошибка их была? Они всегда считали, что Зеленский – это, скажем, там, недоукраинец, малорос, и так далее. А тут, получается, раз и не убежал, и стал организатором сопротивления, и отпора, и так далее. Вот. И многие, ну да, вынуждены были признать, вот, и личное, скажем, мужество, и там другие вещи. Но все равно, знаете, любой человек, как бы, не хочет признать свои ошибки. И до сих пор у некоторых такое подозрение, вот презумпция подозрительности к этому. А это значит, что всегда будут искать какую-то альтернативу. Для того, чтобы противопоставить. Вот своего правильного против – да, вот правильно все сделал, но против, как бы, неправильно. Вот. И понятно, что тут старые политики не очень, потому что дискредитированы, ну, как бы, кто-то полностью дискредитирован. Вообще политический класс не очень. А с другой стороны – нет. Вот и видели у военных, как бы. Особенно, когда, ну, скажем так, информация официальная, она может быть правильна, но несколько, скажем так, ну, пафосно-оптимистична по отношению к тому, что происходит на фронте. Я понимаю, это, ну, войне, на войне это целесообразно. Но тоже есть предел. Потому что ожидания могут быть такими, и когда они не сбываются, общество попадает в фрустрацию. Она просто фрустрирована, может быть, потом. И если не совпадает образ, навязанный, скажем, медиа, и политиками, и военными, тому, что на самом деле. Вот. И тогда, конечно, вот начинает такая спекулятивная игра на возвышение военных. Еще раз говорю. Если есть успехи, победы, а они есть, то это не только благодаря военным, это благодаря и политикам. Потому что мы ведем войну за счет, во многом за счет техники, которая поступает с Запада. Вот представьте, они поступают. Нет разведданных, нет противокорабельных ракет и так далее. А если не успехи? Тоже в какой-то степени. Но получается так, что когда успехи, то это военные, а когда не успехи, то это политики. Тем более, что в экономике, да, ситуация, ну, может быть, достаточно тяжелой. Она уже, признаки инфляции, курс, рабочие места, понятно, так? А может быть еще хуже. Так что военные не несут за это? Тоже несут. Так вот, и кто-то начинает специально, скажем так, повышать ставки, политические ставки военных, противопоставляя за Лужного и Зеленского. Грубо говоря, партия за Лужный и партия за Ленский. Знаете, это начиналось давно, ну, как бы так, пока были пробы пера. А сейчас это вот в этом кейсе, в этом случае, оно проступило уже, скажем так, и стратегия некоторых сил, которые начинают играть на противостоянии между военными и политиками. Между военным руководством и политическим руководством. Что неправильно абсолютно. Мы тут должны, хотел, конечно, сказать в конце, но сейчас слово скажу, действовать так, как действовало французы, действовали в время Первой мировой войны. Они называли священное единение. Во время войны священное единение должно быть. Так и здесь. Перестать вот это играть на трещинах, на каких-то противоречиях. Да, между политиками и военными всегда будут противоречия. Почему? Потому что у военного обзор боя, поле боя, армии, в сражении, в лучшем случае, так? А у политика обзор намного больше. Потому что последствий, все это как бы на ответственности политика. И часто политики говорят одно, например, держать город. Ни шагу назад, почему? Ну, потому что есть еще в политике игра символом. Вы держитесь, вы героическое сопротивление, значит, им надо помогать. А если вы все время уходите и уходите, значит, война проиграна. Может, и не надо помогать уже. Поэтому оборона Мариуполя, оборона Северодонецка, они сыграли очень важную роль к тому, чтобы война получила другую динамику и помощь со стороны Запада. Потому что в начале Запад вообще-то не собирался так помогать. Не шла речь о Хайберсах там или танках, или там САУ, Цезарь или САУ немецкие, самоходные артиллерийские установки. Почему? Потому что, ну, никто не знал. А раз и есть война, трансформируется в такую затяжную войну, и нет перелома в войне ни в чем сторону, что в данном случае в нашу пользу, значит, тогда стратегия и друга. А может быть, готовится резерв на контрнаступление. Скорее всего, так оно и есть, и будет. То есть, вот здесь вот эта вещь. А тут начали уже играть. И более того, потому что понимают одно, что среди гражданских политиков у Зеленского нет конкурентов. Ну, нет, просто. А вот среди военных можно поискать. Так, военные, иногда мы знаем, что военные, ну, начинают играть в политику. Я не говорю, что наши это делают. Но попытки сознать из наших военных политического субъекта ничем хорошего не приведут. По крайней мере, сейчас. В отставку выйди, ради бога, как в Израиле. Бывшие военные, начальники генштаба и так далее, и так далее. И командующие в политике были. Но это потом, после победы. Так, неважно, какая это будет победа, но после того. А как сейчас, это уже, понимаете, партия военных. Начинает из военных, начинает играть в партию военных. Не войны, а партию военных. Так, против партии политиков. Партии гражданских политиков. И вот это, тем более учитывая то, что у нас основным классом, или основным субъектом политики, были олигархи. Вот все последние, там, 20 лет, 25, начиная с приватизации в конце 90-х годов, со второй половины 90-х, олигархи – это был правящий класс. Менялись президенты, и так далее. Ну, все, как бы, все финансирование, вся инфраструктура, политики, культуры, жизни – это олигархи были. Сейчас они, скажем так, и де-факто, и де-юре обнулены. Но де-факто войной, разрушениями, оккупацией. Хотя остаются еще, конечно, ресурсы, но это уже не то. И закон об олигархах, реестр олигархов тоже, и требованиями Европейского Союза, де-олигархизация. Это что же прозвучало, так, со стороны наших европейских друзей. Хотите в Евросоюз? И вот что получается, что сегодня у нас-то бизнеса нет, средний класс нет, потому что бизнес сегодня стоит. И единственным политическим классом, который может сформироваться в этих условиях, как раз могут быть военные. Что такое военные? Военные – это организация и сила. Вот почему в Африке или там в каких-то слаборазвитых странах, государствах, часто военные приходили к власти, перевороты. Потому что единственная организованная сила. Потому что политические и гражданские субъекты неорганизованы, понимаете? И когда у нас война сегодня и произошла деорганизация, деорганизация, так, дезорганизация общества и государства в этих условиях и реорганизация на других основаниях, военные, да, могут составить, ну, как бы, политический субъект и новый правящий класс. Это надо учитывать. Это военный класс и так называемая новая военная аристократия. Усточняющие вопросы. Их, ну, несколько, поэтому точечно пройдемся, потому что, ну, мы должны более расширить эту нашу беседу. А мы сейчас это расширим и углубим. Расширить и углубить должны. Вадим Юрьевич, точечно. Смотрите. Если уже там начинаются политтехнологии вокруг условной, в кавычках, партии военных, то вот Селенский вроде как поставил точку в этом вопросе. Нет, он поставил точку в этом, как бы, конфликте. Да, он сказал, я даю распоряжение убрать эту новую. Правильно, правильно. То есть решения должны приниматься на уровне ГК, ну, ставки Верховного Главного Командующего. Да, вот он дал распоряжение и, судя по всему, как бы, выстрел в молоко. Но если посмотреть дальше, с точки зрения политтехнологии, не политологии, как вы, ну, широко, а вот действий, тактики действий, инструкций, протокола. То есть сейчас оскандалившийся заложный, его убирают, он становится экс, и вот уже вот вам готовый противовес Зеленскому в политическом, политтехнологическом смысле. А вот смотрите, а если на фронте неудача, скажут, вообще, во время войны не надо, надо просто убрать это все, не надо кого-то снимать, кого-то, как бы, потому что завтра что-то на фронте произойдет, заложный, опытнейший генерал, он действительно хороший главнокомандующий вооруженных сил, полководец, понимаете? И попробуйте сейчас убрать, а вдруг что-то на фронте, во-первых, вы понимаете, какое это будет возмущение, и, во-вторых, подозрение, что ради каких-то муток и терок политических, верховный главнокомандующий убирают. Не надо, тут надо смотреть профессионализм. Профессионально делает человек свой, а он делает профессионально. Да, авторитет в армии есть, да, есть авторитет, и в армии, и в обществе. А если вот пойти по такому пути, что уволить, а на фронте что-то, что тогда, вина на ком будет? Поэтому нет, тут это не надо делать, по всем причинам. Но с другой стороны, нужен все-таки больше политический, гражданский, политический, парламентский контроль над военными. Потому что есть разные варианты, когда военные чувствуют себя политиками, начинают чувствовать себя политиками, думают, ну, а почему, это же простое дело, заниматься политикой. Как там? Ладно, не буду тут дистанция огромного размера и так далее, приводить примеры, как один персонаж говорил. Военные, хороши тем, хороший военный, хорош тем, что он на своем месте. И часто не всем политикам удалось, хотя вы знаете, Деголь, Эйзенхауэр, а был такой МакАртур, который Японию брал, так? Чак, адмирал МакАртур. А вот он проявил свои амбиции, и его вызвали. И Трумэн его, чак, и убрал. Потому что слишком начал управлять Японией, как будто он президент. А был маршал, план маршал, это другая история. Понимаете, то есть, даже демократии, даже демократии классические, да, где сильное общество, контроль гражданский и так далее, они, да, используют такие. Вашингтон тоже был, ну, как бы первый президент США, главнокомандующий, так, он же Вашингтон был, армия. Хотя сам, кстати, приехал, был на стороне англичан, а потом увидел, что военную карьеру, и вообще карьеру можно сделать на стороне тех, кто выступал за независимость США. Но, тем не менее, но это был демократический процесс, это был выборный процесс. Деголь стал, это уже после войны было, Айзенхауэр тоже, командующий американских сил в Европе, скажем так, да, это уже потом было. Но вот смотрите, как было в другом месте, где не было демократических традиций. Маршал Победы Жуков и Сталин. Как? Тоже приехал, возвратился, и там начался этот, как бы, а кто тут? Больший победитель. Товарищ Сталин или товарищ Жуков? И как карьера Жукова? Раз, и пошла вниз. Потом, правда, Хрущев поднял. А вот тут еще один момент важный, потому что вот если взять Советский Союз, в Советском Союзе было три партии, но не тех, которые в выборах участвуют, а три партии клана, которые между собой всегда боролись и определяли, кто будет у власти. Это партия коммунистов, в разных вариантах, там, ВКПБ, РКПБ, ВКПБ, КПСС. Дальше, партия гибистов, чекисты, НКВДисты, КГБисты. ФСБ сейчас. И партия военных. Тухачевский. А НКВД? Сталин убрал НКВД. Руками НКВД убрал... Нет, сначала руками НКВД убрал Тухачевского. Понимаете? Всегда шла борьба между партией, идеологией, политиками. Партией политиков, партией чекистов и партией военных. И всегда борьба. Что делает Хрущев после смерти Сталина? Убирают партию силовиков, Берия, Абакумова и так далее, вот этих всех. Руками кого? Маршала Москаленко и маршала Жукова. Москаленко расстрелял. Прямой наводкой танков расстрелял Берию. За это Жуков получил министра обороны. Но! Потом Хрущев понимал, что это некомфортно. Шла борьба за КГБ. И армию. Да? И Жукова убрали из армии. Потому что слишком сильный был товарищ. И армия могла... Ну что такое армия? Взял полк и пошел на Москву. Или там так же было. Даже я помню в Либерии был такой сержант Сэмюэл Доу. Сержант. Сержант взял парочку БТРов. 20 штук своих соплеменников. Президентский дворец и правил. Либерии, по-моему, лет 15, как минимум. Потому что больше нет организованной политики. Нет политика организованной. Нет партии, нет парламента и так далее. Так вот. Я к чему это еще? Так вот, потом, когда Брежнев пришел, убрали так и все. Брежнев почему? Взял друга. Маршала Гречко. Товарища по малой земле. Взял министром обороны. Он же свой человек под боком. Армия своя. Почему КГБ? А тут он немножко промахнулся. Так? Потому что, в принципе, кастинг после развала Советского Союза выиграли чекисты. Армия была уничтожена. Она же разгромлена была. Ее выводили, помните, с ГДР. Ну, вы не помните. Я уже зрителям помню никогда. Выводили из ГДР. Тогда армия была вся. Как бы в раздрае. Все. Проиграл. Советский Союз рухнул. Уходили. Так? Партия рухнула. Партия же рухнула. Это же обломки КПРФ там. Это КПСС. Но это же не серьезно. А вот чекисты. Остали? Нет. Так вот как они остались? Подождите. В 90-е годы, когда началась Первая Чеченская война, армия начала подниматься. И почему, допустим, олигархи, такие как Березовский, Гусинский, начали мочить российскую армию в Чечне? Там же, я помню, Первая Чеченская война. Там полный, так сказать, отказ. Телевизор был за чеченцев, которые за свободу, против армии. Поэтому же они понимали, что армия придет, выиграет, они уберут всех Березовских, Гусинских и прочих. Так вот, тогда же, например, на волне Первой Чеченской войны подняла звезда, взошла звезда генерала Рохлина, командующего. Вот Юрий Шевчук так ему посвящал песни, многие, так? Ну, ДТД. Говорит, крутой мужик такой, был у них. Куда делся Рохлина? Как только начались разговоры, что надо слабого Вольна Ельцина, который там уже болен, бухает и так далее, убирать, вот есть хороший генерал, который придет, наведет порядок. До этого, правда, убрали, ну, легко, Русского, потому что он, ну, как бы не того масштаба был. Хотя тоже летчик, воин, герой Советского Союза, вице-президент, и на него же ставили. Вице-президент придет, президента уберут, после этого в России никогда после вице-президента. И у нас не надо делать, потому что игра всегда будет. Вице-президента против президента. Почему тоже, ну, к слову, Байден взял Камалу Харрис, никакую. Потому что тоже черт его знает, что она там вздумает себе. Так? Уберут, а потом президентом становится. Так вот, и Рохлина. Что с Рохлиным произошло? Что произошло с героями потом Чеченской войны? Второй уже, успешной, для Путина, когда Путин стал премьер-министром. Где генерал Трошев? Где генерал Рохлин? Они все погибли. Трошев в авиакатастрофе. Ну, непонятно, я не буду говорить, не буду заниматься конспирологией, но погиб в авиакатастрофе. Так? Рохлин. Как-то жена как бы убила его. Что-то она была неадекватная, пистолетом. Так? Дальше. Казанцев. Только Шаманов, командующий ВДВ, который сейчас в Госдуме, ну, который потом отправили его губернатором Ульяновской области. Пусть занимается коррупцией, лишь бы не лез политику. Вот и все. Армию коррумпировали. Для того, чтобы... Продавайте, ребята. Так вот. Это партия чекистов. Вот она сегодня правит в России. И они взяли эту власть. Партии, обычные партии, ну, что это как бы? Точнее, реально, Кремль? Это понятно, так? И вояк тоже военных взяли и обнулили. И очень держат на расстоянии. И сегодня тоже, кстати говоря, уже амбиции политические, если кто-то там думал, Шойгу и так далее. Если взяли успешную операцию сделали в первые дни, да, герои и так далее. А сейчас нет уже. Сейчас нет. То есть чекисты продолжают править. Вот у нас, в чем как бы, ну, и аналогия, и не аналогия. У нас никогда не было серьезной партии силовиков. Я помню, в 2003 году приезжали сюда, когда у нас выборы, там тоже преемник, как Путина. Вот приезжают русские журналисты, у вас может, нет, у вас вот модель преемника и так далее. У нас не будет. Почему? У нас силовиков таких нет. Почему? Ну, у нас они, ну, скажем так, мягко говоря, они больше бизнесом любят заниматься. Причем всех, казалось. Поэтому, слава Богу, для Украины этой проблемы не будет. Силового перехвата власти. Но! Но сегодня, а сегодня война. Смотрите, уже в первые дни 14-го года, когда война была, там тоже были генералы и так далее. Но Петр Порошенко был опытным, скажем так, политиком. Он их взял и в свои списки. Понятно, что список, почет. Ну, смотрите, там пятерка первая, который генерал, который с прапором выходил из Крыма, я забыл. Так, первой пятерки, летчик, вертолетчик, так. Так, генерал Забровский, который уже вот на войне вырос. Генерал Наев, ну, Наев остался. Но многие, они шли в политику и взяли в политику. Для чего? Ну, для того, чтобы как бы переварить политически. То есть, олигархия правила. Потому что олигархия – это что? Это деньги, статус, влияние, медиа. И все. А вот сегодня, сегодня, когда олигархов нет, или фактически их влияние политическое и на государственную организацию оказалось минимальным, вот сегодня для военных достаточно хороший способ политически субъективироваться, стать политическими субъектами. Я вот единственное, мы пойдем дальше, просто вот еще одно уточнение. Оно именно касается корня вашего утверждения, что олигархи обнулены, там, собственно, влияние… Нет, стоп. Это очень важный и примечательный момент события сегодняшнего дня. Вадим Новинский пишет, и уходит из Верховной Рады. Говорит, я буду заниматься помощью военным, армии до этого. Бешеные списки с неимоверными суммами, которые каждый олигарх передал на армию. А не являются ли эти деньги ставкой в новой политтехнологии? Ну, нет, это пока способ выживания. Надо удержаться. Так, ну, я не исключаю патриотические чувства. Мы же тоже не должны олигархов смотреть, как бы, что они какие-то настоящие компрадоры. У них есть, как бы, национальное чувство, страна. Кто-то терял, потерял бизнес, половину бизнеса, часть бизнеса, особенно, так сказать, металлургических. Но то, что они уже не восходящий класс, а не восходящий политический класс, сто процентов. А вот кто восходящий класс, кроме военных у нас? Я не вижу. Почему? Потому что, ну, у нас сейчас есть фактически два больших субъекта, точнее, три субъекта. Это сама власть, но она подвисла. Вот где сейчас избиратель Зеленского, скажите? Вот где избиратель Зеленского? И вот с этой партии слуга народа? Да, он держится на авторитете, уже с новым авторитетом, который после начала войны, на внешнеполитическом авторитете, на дипломатическом авторитете. И то, что мы держимся. И это медийная его политика. Каждый день давайте... Ну, это все абсолютно правильно. Представьте, нет человека, так вакуум. Все начинают. Тут каждый день выходят. Но это мы не знаем, где база его в элитах. Где его база элитная? Где его база электоральная? Сейчас. Вот Порошенко даже. У него есть электоральная база во Львове. Львовская область. Есть. А где сейчас электоральное ядро? Якорь. Вот проблема, между прочим. А военный – это восходящий класс. Так? Может быть. Военная силовая аристократия. Именно в военном измерении. Не в спецслужбистском. Не СБУ, не ГРУ. Не внешняя разведка. А именно военная. Потому что, во-первых, все, ну, там так, ну, например, не светятся. Кроме Буданова мало кто светится. Ну, начальник ГУР. И то это Минобороны. Резников – ну, это Министерство обороны, и он не полководец. А вот кто на войне полководец? Ну, залужный. Да, два полководца. Ну, залужный. И, ну, Зеленский как верховный главнокомандующий. Нравится кому-то, не нравится. Ну, какой там полководец. Да, в этом тоже, кстати. Это же не значит шашкой на коне, как бы, как бы, возглавить, это, контрнаступление. Это же в целом, как бы, стратегия. Как действовать дальше, когда контрнаступление, за какие отходим, где держимся. Вот. Так что это не только Генштаб разрабатывает, но это и верховный главнокомандующий. Но вторым классом у нас является Запад сегодня. А они фактически выполняют роль, во многом, экономическую, дают помощь нам, политическую они дают нам рекомендации. Ага, выходите быть членом европейского, вы должны сделать это, 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 это. Так? Вот они субъекты. Запад, субъект, политический субъект нашего внутреполитического процесса. То есть будут прислать политиков? Нет. А это нет, нет. Зачем? Зачем? Это управлять через местных политиков. А что вы думаете, в Польше так не было? В Польше так было. А что в Чехии так не было? И в Чехии было так. А в Словакии так было везде. И когда появлялись свои смутьяны, например, в 90-е годы Мечьяр в Словакии, что в Словакии был неплохой ВПК, между прочим. Он выходец был, или точнее ставленник ВПК. Таких убирали. Убирали. Потому что он мешал, он там что-то, как бы там доказывал, что надо вот так, а не вот так, что надо, мы тут более субъектны. И все. Это в теории политологии, это называется субсидиарное государство. Потому что я вам прошу. Ни в страны Балтии, ни Польши, ни Чехии, тогда они бы не стали тем, чем они есть, если бы у них не было надстройка государства в виде Брюсселя, в виде НАТО, в виде Европейской комиссии и так далее. Кто управляет? Ну, конечно, комиссары управляют. Что вы думаете, премьер-министр Латвии управляет всей экономикой латвийской? Да там экономики ее. А если бы они без НАТО были, так они бы давно уже Россию поглотила. Так вот я тебе говорю, у нас вот, кроме военных, если говорить внутренние измерения, кроме военных пока, я не вижу формирования нового социального субъекта. Точнее, нового социального класса, который может оформиться в политический субъект. Как оно будет после войны, не знаю. Вы отвергаете, что олигархи поставили на политические перспективы партии военных? Они пока не знают. Они думают. Может ли Запад поставить на политическую партию военных? Исходя из инструкторов, обучение за рубежом, там уже десятки тысяч военных, ну так, по крайней мере, рапортуют. И править через военных, реализовать политическую... Может быть. Это если не увидят, что только военные могут удержать стабильно в стране. А политики не способны. В силу коррупции, организационного неумения, отсутствия организационных ресурсов. Потому что что такое организационный ресурс? Вот партия полноценная, это орг-ресурс. Это организационный капитал. Через партию вы правите. Идеологию даете, программы, электоральную мобильность, электоральную поддержку. А если этого не будет после войны? Так вот, армия в условиях политического вакуума становится единственной организованной силой. Это может пойти по цивилизованному сценарию, а может по нецивилизованному пойти сценарию. Но цивилизованный сценарий – Израиль. Так называемая секюритарная демократия. Или государство-безопасность, где основная рамка государственного курса – это безопасность. Не права человека, не демократия. Хотя демократия и права человека остаются, все равно в рамке приоритетов, в ранге приоритетов. Безопасность, security становится основной. Но Израиль все-таки это, скажем так, европейский проект. Во-вторых, это сионистский проект. Там четкое понимание того, что нация хочет. Нация достаточно европейско-культуренная. Потому что евреи – это же как бы из Восточной Европы. А во-вторых, очень с большой денежной подпиткой. И евреи в мире, знаете, небольшой 9-ти миллионы Израиль – это, ну, скажем так, святоконцы для многих евреев, которые живут. Ну, это, конечно, бизнес, банковский бизнес тоже, знаете, значит, помощь. Поэтому, ну, и, конечно, можно говорить, и я несколько раз говорил, что израилизация общественной жизни, и вообще политики в Украине. Там потом повторили это все и повторяли. Но это бы хорошо было. Потому что там демократические институции остаются. Выборы остаются. Пресса независима остается. Хотя есть военная цензура. Ну, что такое военная цензура против… В отличие от той цензуры, которую вот можно наблюдать. Нельзя военную информацию. А телевизор, пожалуйста, сколько угодно. Спикеры, пожалуйста, сколько угодно. Это уже сама цензура ваша. Это уже вы решайте. А у нас, хоп, и все отрубили. Мы что, идиоты или как? Или дураки? Или не патриоты? Самоцензура же есть. Мы же тоже понимаем, что проиграем все. Ну, может, конечно, есть там, как бы, коллаборанты, изменники и так далее. Но проиграем-то все мы. Если проиграем, то проиграет страна вся. И мы. И даже они. Да, и даже они. Совершенно верно. Поэтому, ну, есть. Вот сейчас там кризис правительственный, вы знаете, да? Новый премьер. Потому что Беннетт ушел в отставку. И выборы в ноябре будут в Израиле опять. Опять год еще не прошло. Коалиция с восьми партий плохо работает. Потому что восемь партий трудно объединить. Особенно, когда какие-то кризисы. Надо всех, как бы, ну как, найти общий знаменатель. А иногда его и не найдешь. А иногда он такой, что он не дает возможность эффективную политику проводить. Поэтому опять есть риск, что придет не Таньяхов. Но тем не менее, тем не менее, никто не запрещает политику. Никто не претендует на монополию, на политику. Монополию на политику. Ни военные, ни какие-то политики. Да, есть военные. Работают. Под контролем тоже. Парламентским контролем и так далее. Делают свое дело. Генштаб, Моссад. Сохнут там, что еще там. Военная разведка. Израиль развивается. Но есть же другие варианты. Например, ты развалился. Вот выбор между Пиночетом и Зеленским. Вы что, серьезно? Такой Пиночет? Ну, нам диктатура нужна. Порядок на весь. Я говорю, диктатура. Дело в том, что диктатура может привести к таким ошибкам. И ростки убить. Подавить ростки свободы, демократии и так далее. То, что у нас и так. Оно недоразвито еще. Культура политическая еще. И нужно развиваться в сторону демократических и либеральных ценностей. Подчеркну. Не о либеральных. Не путайте. А либеральных ценностей. Freedom. Свобода. Поэтому. А есть Пакистан, например. Стабильная страна или нет? Так постоянно там меняет. Военные тоже играют. Там и президенты военные бывшие. И премьеры бывшие. Там постоянно чехарда идет правительство. Потому что не может никак вот этот баланс между военными и политиками. Как бы баланс найден. Точка баланса не может быть найдена. Никак. И страну лихорадит. На фоне Индии, где правительство гражданское, военные, да, тоже армия, они закупки делают, но правительство гражданское. Это другое общество все равно. Ну, а в чем оно другое? Они вышли с одной империи. Как касты. Погодите. Там совсем другой механизм. Нет, Саш, они понятно. Они, да, кастовое общество. Хотя вот последние решения были приняты на то, и Моди выступал на съезде правящей партии, что надо отказываться от кастовой системы и так далее. Но, тем не менее, это считается самая большая демократия в мире. Она эффективная. Они же были в одной империи, в британской империи. Только это часть индусы, а та мусульмане. То есть религиозный фактор. Вадим Юрьевич, мы отклонились. Но, тем не менее, военные, военные, как бы, были военные, но в Южной Корее другой опыт военных. Но это было в 60-е годы. Мы отклонились. Мы, конечно, это очень важный и назревший вопрос, но в ваших ответах прозвучала рамка, главная рамка, это безопасность. Да. Шольц заявил, что готов предоставить Украине гарантии, страна Германия готова предоставить Украине гарантии безопасности. Обсуждают этот вопрос в рамках формата J7, но тут возникает очень интересный вопрос, что значит это заявление и о каких гарантиях от, внимание, Германии может идти речь. Ну, явно не гарантии по НАТО. Но НАТО это что за вступление? НАТО это гарантия. Значит, если сейчас идет вопрос о, причем в семерке обсуждается, в большой семерке, так, обсуждается вопрос гарантии Украины, значит, все-таки речь не о НАТО идет, а о том, какие гарантии будут положены на стол дипломатический при том или ином перемирии. Так? Вот это. Значит, это вопрос первый, вот какой вывод, что речь не идет о вступлении Украины в НАТО и прием в НАТО. Все. Они будут укреплять, НАТО будет укреплять в восточных фланг, но Украина пока нет, по крайней мере пока. В общем-то, и о чем это? Гарантии безопасность в нейтралитете? Или в чем? Или наоборот, в военном как бы соотношении? Вот безопасность как можно обеспечить? Либо военным пойдем, либо наоборот, не военным пойдем, мы нейтральны, все. Тоже вопросы тут. А во многом будет зависеть от соотношения сил на поле боя. Чем закончится горячая фаза войны? Как она закончится? На каких позициях будут стороны? Это и как? Это будет компромиссный мир? Дипломатический? Даст ли он мир? Потому что, да, действительно, если это будет компромиссный мир, когда, ну, фактически, никто не побеждает, но и никто не проигрывает. Но тут тоже, как бы, что значит Украина? В чем ее победа? И в чем ее может быть проигрыш? Украина, ну, территориальная и так далее. Судя по тому, что сейчас Россия активно интегрирует там Херсонскую, Запорожскую область и готовит референдум, мне тяжело представить, да, как, кто на это пойдет. Кстати говоря, это тоже вопрос. Потом для высшей власти политической, которой принимать решения, либо воевать. А будут ли помощь нам военная или нет? Можно ли перейти в контрнаступление, осуществить перелом в войне в нашу пользу без нашего собственного ВПК? Или Запад сможет нам компенсировать это? Ну, есть какие-то, скажем так, проблески, что американцы, как я уже говорил, F-16 дают, так, это уже штурмовое наступательное. Ну, достаточно его любуют. Ну, вот сегодня, чего мы вынуждены покидать Северодонецк или сейчас? Потому что огневой мощи у россиян больше, больше огневой мощи. Артиллерия мощнее, 1 к 15. И штучные поставки, да, штучные поставки, даже не серийные, штучные. Там 3 Хаймарса, так, Хаймарса, так, там 3 Цезаря, 3 Сау, там, ну, хорошо, 10. Они что, могут решить исходное поле боя, если там перевес? Значит, тогда надо либо так, либо так. Либо должна быть, наша ВПК должна работать, с этим есть проблемы. Где заводы эти? В Харькове, да? Танковый завод или там другие заводы. Или, где там еще были, в Павлодаре, вот недавно бомбили, так. Или Артема, так, вот в Киеве. Либо сможет ли Запад обеспечить, но это Запад будет принимать решение, воевать дальше с Россией или нет. Ну, мы говорили в прошлый раз, да. И, в любом случае, я хочу сказать вот что. Смотрите, Запад, он не дал нам договориться о сепаратном мире с Россией, в Стамбуле. Что фактически был сепаратный мир. Без Запада. Мы сами договорились с россиянами, и были такие-то условия. Видимо, тогда, может быть, Буча тут сыграла роль. Может, то, что из-под Киева начали они выводить войска. Может быть, там Джонсон прилетал и так далее. Дали понять, что Запад эту сделку не признает. Сепаратного мира, сепаратный мир между Украиной и Россией не будет признан. Поэтому вы должны, ну, можно воевать, тем более вы показываете успехи свои. А мы вас поддержим. Вот у меня теперь вопрос. Смогут ли они нас поддержать? Дальше. Дальше поддерживать. Вот. Качественно менять техническое, скажем так, составляющее войны. Вот что сейчас идет гонка техники и технологий военных. Больше снарядов и так далее, танков, пушек, ну, артиллерии ствольной, артиллерии ракетной. Готовы ли они в эту гонку втянуть нас? Ну, втянуться на нашей стороне или нет? А почему это важно? Потому что если Запад не признает сделку, любую, вот навяжет кто-то нам, неважно кому, так, Россия навяжет, то это партизанская война. Это разные варианты могут быть. Запад будет продолжать помощь давать. Мира не будет. Это будет карфагенский мир. Карфаген должен быть разрушен. Мы будем говорить, Россия должна быть разрушена, хотя, вот, пока это временное перемирие такое. Они будут говорить и дальше. Ну, Россия, что Украина. Поэтому, вот, пакетная, это будет пакетная сделка сегодня. Мир, это пакетная сделка будет. Это сделка Запада, России и Украины. Россия тоже будет требовать свои. Сможем ли мы их поставить на колени или Запада? Это надо на поле боя делать. А если нет? Ну, понимаете, пока. Да, мы можем, понятно, ждем контрнаступления под Херсоном, Запорожье и так далее. Тем более, что у них там, насколько я смотрел, скажем, военно-экспертную составляющую, у них не хватает людей. Там на одну батальонно-тактическую группу 20 километров. А стандарт должен быть в три раза меньше. То есть, 20 минут, ну, примерно 7-8 тысяч километров. Так? То есть, у них не хватает людей. Но, не знаю, это хороший повод. Но, с другой стороны, это же степь Херсон и Запорожье. А самолеты, штурмовая авиация прикроет или нет наступление? Или нет? Понятно, что здесь будет все решаться, коль уже зашло там военной составляющей, в висковой составляющей. Все будет решаться Славянск, Бахмут, Краматорск. Потому что там укрепление есть. Почему? Потому что русские говорят, что мы научились уже взламывать оборону, укрепрайоны. Потому что вот Мариуполь столько-то был в окружении, в блокаде. Северодонец был месяц, а ли сейчас мы взялись за две недели. Покажите дальше, вот укрепрайоны. Если у них получится, вот быстро брать, так? Научились они это делать. Взламывать. Тогда это одна история. А если это действительно мы вывели для укрепрайона и будем дальше держать до конца? Я считаю, что мы будем держать до конца для того, чтобы показать Западу, что мы продолжаем воевать успешно. Делаем контрнаступление, делаем обстрелы, кстати говоря, по их территории, для того, чтобы их втянуть в большую войну. Они не хотят. Они хотят СВО воевать. Поэтому не увеличивают количество. Скрытую мобилизацию проводят, но меняют просто. Ну, тех, кто устал там или погиб, там, раненые, меняют на других. Но количество очень, так скажем, ненамного расширяет. А хотят именно в этой, скажем так, в экспедиционном варианте войну продолжать. А тогда, скажем, мы будем понимать, что и Запад тогда будет понимать. Нам надо дать это, это, это. Потому что победа возможна. По крайней мере, так говорит Джонсон. Вот чтобы самим Джонсоном. У которого большая проблема. Ну, я думаю, что там, что Ли Страс, что Бен Уоллес, это все, как бы, его, возможно, преемники. Они примерно будут у политиков. Нет, погодите. Главный шептун. Среди этих трех министров, которые ушли в отставку, потому что не желают, ну, работать с Джонсоном из-за скандала. Ну, Бен Уоллес. Среди них, говорили, есть преемник. Ну, теперь будет либо Ли Страс, либо Бен Уоллес. Но проблема в общем. Все-таки сейчас будут ориентироваться не только на поле боя, но и, я так понимаю, на то, что происходит. Ну, в Украине, на театре военных действий в Украине, так, у нас. Ну, и на ноябрьские выборы в Штатах. Мы уже говорили, что ноябрьские выборы в Штатах промежуточные. Что с демократами будем, что с Байденом. Потом большая двадцатка в ноябре. Смотрите, я хочу вот в качестве вопроса вот параллели провести, чтобы вы провели параллель. С скандалами, ну, это жуткий в Британии скандал с замом Министерства иностранных дел, сексуальный скандал, который пьяный прислал к мужчинам. Вот это отставка. Пресса западная просто, ну, разрывает Джонсона, что это удар, что это очень большие проблемы. Это вот с одной стороны. И в Штатах, где тема абортов сколыхнула так, что подвинула все мировые темы и горячие новости, и там вот занимаются перевариванием вот этого скандала. В одном штате можно, в другом нельзя. Ну, я не думаю, что там проблема абортов, она касается нашей, ну, как бы, ситуации, войны в Украине. Просто, что там есть проукраинский консенсус. Но нюансы могут быть. Нюансы могут быть. В чем составляет? Будет решаться осенью вопрос после того, как в августе будет контрнаступление, не будет, перелом будет. Дальше продолжать давить на Путина. С тем, чтобы заставить сесть, давить для чего? Для того, чтобы полный разгром. Раз. Второе. Для того, чтобы заставить его сесть за стол переговоров и подписать перемирие или мир. Так? С отходом там уже будет решаться там. До 24 февраля, там, до 14 года. Это уже, как бы, детали. Детали зависят от того, что будет на поле боя и дипломатически, какая будет игра. Так? Либо, ну, либо самый худший вариант – это остановить войну. Но, по крайней мере, я так понимаю, что Запад никогда не подпишется, ну, подпишется, знаете, не в таком буквальном, а фигуральном смысле этого слова, под перемирием с этой сделкой, так? Если там будут какие-то неприемлемые условия для Путина. Потому что для Путина, если Путин, уже в чем проблема? Если Путин выиграют эту ситуацию, если, то фактически это будет показать, что в Европе новое соотношение сил. Путину нужно влияние на Восточную Европу. Я не знаю, что он хочет сразу напасть там на Прибалтов, на поляка. Это влиять. Это в сферу влияния, как бы. Понимаете, вот какие ставки в этой войне. Ставки в этой войне, каждый раз они становятся все более и более могут быть, если дальше война будет разрастаться. Ну, собственно говоря, я вижу нас по времени уже, это может на следующий раз будет. Собственно говоря, Первая мировая война начиналась с мелочи. Ультиматума. Сербии со стороны Австро-Венгрии. И тоже Карл Первый, преемник Франца Иосифа, который умер во время войны, он предлагал сепаратный мир. Антанте. Не пошли на это. Ну, разве кто-нибудь думал? Перед началом или во время. Там был период с 23 июля по 30 августа. Этот ультиматум. Надо было ответить на этот ультиматум. Сербам. Потому что в Боснии-Герценовии убили эрцгерцога, который хотел сделать Австро-Венгрию федеративным государством. Он хотел империю превратить в федеративную государство. Спасти ее. Но, разве кто-нибудь думал тогда в этот период, когда надували щеки, там все как бы всякие дипломатические эти переговоры и так далее, что в результате этой войны падут три империи. Австро-Венгрия, второй рейх германский и империя Романовых. Вот там и все. Поэтому, черт его знает, что дальше будет. Потому что война начинается с одних целей, а трансформируется потом в что-то, что никто не ожидал. Вот в этом изменчивая динамика войны. Вадим Карасев был вместе с нами. Спасибо вам большое за эту беседу. Друзья, подписывайтесь, пишите комментарии, высказывайтесь. И говорите, доказывает Карасев тоже. Обязательно. Будьте вместе с нами. Главное, берегите себя. И спасибо вам за то, что вы смотрите, как мы говорили в начале беседы, глубже и ширше. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok